СТМ32-103-FTK многофункциональный отладочный модуль на базе микроконтроллера СТМ32-F103-RBT6, включающий расширенный набор периферийных устройств. Кроме микроконтроллера с максимальным набором интерфейсных блоков, на плате установлен ЖК-дисплей формат 84 на 48 пикселей. Радиоинтерфейс на базе трансфильмера Nordic PNRF24L01, трехосеводок селеробитер, разъем для карты ZMMC. Имеется также разъем USB, разъемы аудио входа и выхода. Через фирменный разъем QApps можно подключить дополнительные периферии на устройство компании Alimax. В распоряжении пользователей находится джойстик и две кнопки управления. Состояние модуля отображается на дисплее. Выводы постов микроконтроллера доступны через два старевых разъема X1 и X2. Рагрузка программы и отладка ведется через стандартный 20-пин-овый разъем JTAC. Модуль может питаться как от батареи типа 2,5 В, держатель, который установлен на его плате, так и через JTAC-разъем. Старевой разъем X1 или под USB. Последних трехслужбих спектральный джампер нужно переставить положение вверх. Модуль может использовать стокусерный ответ, поскольку имеет большой набор периферии. А на сайте компании Alimax доступна схема описания платы и разнообразные демонстрационные программы. Например, двунаправленный радиоканал между двумя модулями. CM32-103 СТК, трейдер мыши на основе акселирования, USB-аудиоустройства и другие. CM32-103 СТК может использоваться как готовый модуль к сливовому устройству. Например, на основе таких модулей можно быстро создать макетно-сменительную систему, которая способна автономно собирать данные о внешних воздействиях в разных частях объекта, передавать данные по радиоканалу и отображать нужную информацию на локальном рейт-плей. А также сохранять макет данных в автономном накопителе-регистраторе типа СДК. Важным преимуществом такой системы является отсутствие кабельной сети между частями системы, а также батарейной питательной системы и ее часть. Таким образом, отладочный модуль CM32-103 СТК можно рекомендовать как начинающим, так и опытным разработчикам. Продолжение следует...